Смену мест работы, клиповое мышление, даже здесь в работе. Это уже совсем новое поколение, которое сейчас, я думаю, вступает во взрослую жизнь. У нас-то еще не совсем клиповое мышление, но тем не менее, да. Софья, у нас есть еще один собеседник, Оксана Красникова, заместитель директора по воспитательной работе из Воронежа. Она выходит с нами на связь, давайте с ней побеседуем. А вы можете как раз чай попить тоже, ну и включайтесь тоже в нашу беседу. Оксана, здравствуйте. Добрый день. Оксана, расскажите вашу историю. Знаю я, что были вы как раз вот тем самым бухгалтером, которых мы сегодня не раз уже вспоминали. Вот, не раз вспоминали. Работа такая творческая, нетворческая. Что у вас не так, что не сложилось с бухгалтерией, с бухгалтерской работой? Да, я всю жизнь работала в бизнесе, 15 лет практически. Из них 5 лет главным бухгалтером. Но я поняла, что я, наверное, просто такой человек, я не смогу. Каждый год делать одни и те же отчеты. И за дня в день одна и та же рутинная работа. Оксана, слушайте, а со стороны-то звучит круто так. Я работала в бизнесе 15 лет, я была 5 лет главным бухгалтером. Круто звучит, а знаете, солидно, весомо. Да, но дело в том, что когда эта работа не приносит такого удовольствия, и она очень однотонная, монотонная, и хочется все равно какого-то проявления и творческого потенциала, и общения с разными людьми, все-таки работа главным бухгалтером не совсем это то, что нужно. И что? И что случилось-то? У вас бизнес там схлопнулся? Или что? Что случилось-то? Или прям так творчество захотелось, что вы решили бросить все? Ну, ее эту хорошую зарплату, горе, ну все, пойду в другое дело. Ну, так сложилось, что я осталась в какой-то момент без работы, компания закрылась, и мне родственница предложила попробовать себя в роли учителя. Очень для меня было непонятно, как она меня увидела в роли учителя, но все-таки я решила попробовать. И я подала заявку в программу «Учитель для России», где прошла очень непростой этап отбора. Нас всего отобрали со всей России 100 человек туда, и я проходила этот этап для того, чтобы стать учителем в своей родной школе по предмету основы финансовой грамотности. Также я пришла к директору школы со своим проектом школьного телевидения, и я занималась с детьми также и творчеством, и учила их финансовой грамотности. Слушайте, вы знаете, Оксан, вот вы же были не просто бухгалтером, да, я вернусь опять к этому, к этой истории. Вы были главным бухгалтером, то есть руководителем, да, определенного направления. Знаю разных людей, которые, добившись определенных высот в какой-то профессии, пусть вот она даже там творчества вам не хватала, они вот, если вдруг что-то меняется, они не могут пойти начать что-то сначала. Они вот упираются и ждут, когда им там главного бухгалтера, самого главного бухгалтера предложат. А вы вот взяли и вообще мало то, что сферу деятельности поменяли, так вы еще и с нуля там начали. Да, я начинала вообще с должности старшей вожатой. Конечно, в 33 года, когда у тебя уже большой профессиональный путь, это непросто. Прийти в новый коллектив, прийти в другую сферу деятельности, начинать все не то что с нуля, а прям с минус нуля. И за два года, через два года я могла закончить эту программу, там по программе нам давали один миллион рублей, и я должна была два года отработать в школе. Но я осталась еще в школе, и мне предложили стать заместителем директора по воспитательной работе. И работа, конечно, с одной стороны, очень непростая, тяжелая, я бы даже сказала, и моральная, и физически, но очень интересная. И мой самый такой большой страх был работать с детьми, потому что с детьми я никогда не работала. Но страхи были напрасные, потому что с детьми оказалось работать самое интересное, что там было. И до сих пор мои ученики мне пишут, общаются со мной, и мне это очень приятно. Слушайте, как здорово, на самом деле. И я так понимаю, что вы в новой сфере деятельности тоже достаточно серьезных результатов добились. Это здорово. Вот сразу видно, что у вас какой-то стержень и мотор такой хороший к этому стержень. Вам сейчас очень нравится то, что вы делаете. Что больше всего вам нравится? Мне нравится получать отдачу от детей. Когда я вижу, что подростки, допустим, из семьи группы Риска или трудные подростки приходят ко мне откровенничать о своих проблемах в семье или, наоборот, как-то лучше себя проявлять становятся. И когда я их привлекаю в какую-то неурочную деятельность, я вижу, как у них горят глаза, и для меня это самая главная награда. Оксана, делай что-то такое, что я вижу результат не просто на полу. Бумаги, да, а именно в глазах детей. Смысл? У вас есть смысл, и он вам возвращается в виде обратной реакции доверия, любви детей. Вот вы яркий представитель того, кто вышел на «хочу» как бы случайным образом, когда ваша родственница, зная вас, увидела вас то, что вы в себе еще не заметили. Может быть, да. Оксана, скажите, а вы не боитесь, что вот, не знаю, здесь вот в новой сфере как-то ситуация сложится таким образом, что, ну, я не знаю, как вот с первой работой произошло, там, не школу закроют, там, не школу, а что-то другое. А вот разлюбите, а вот устанете, а вот выгорите, неинтересно встанет, и опять что-то меняет. Что будете делать? Не боитесь такого? Мысль такая не сидит в голове? Я своих учеников на уроках финансовой грамотности всегда настраиваю на то, что сейчас так быстро меняется время, так быстро идет технологический процесс, что им вряд ли придется работать на одной работе всю жизнь, а в течение своей профессиональной деятельности им придется и пять, и шесть раз, не знаю, сколько переучиваться, переквалифицироваться, потому что даже, не знаю, сейчас уже машины с автопилотом, да, или кассиры уже заменены роботами, и нужны новые профессии, за которыми просто даже институты не поспевают. Поэтому я и учеников своих настраиваю на то, чтобы они не боялись и были готовы к тому, что все-таки, наверное, вряд ли такое случится, что они отучились и всю жизнь работают на одном и том же месте. Спасибо, Оксана. Мы желаем вам удачи, успехов, и по-прежнему получать радость и удовольствие от вашей работы. Спасибо вам большое. Это у нас Воронеж был на связи, Оксана Красникова, заместитель директора по воспитательной работе. А вот, кстати, удовольствие и радость, это ведь разные понятия. Что нам должно...